Проблемы со здоровьем человек испытывал всегда, но раньше метаболические проблемы были только у очень богатых людей, которые могли себе позволить не спать по ночам, есть много еды в любое время суток и мало двигаться. Сейчас мы можем с вами сравнить двух самых известных Екатерин в истории России, Екатерину первую и Екатерину вторую. Екатерина первая, придя к власти, проводила дни в балах и веселье. Ложилась спать уже утром, просыпалась ближе к вечеру, чтобы всю ночь кутить, практически не бывала на свежем воздухе. Обильная еда и вино стаканами за два года превратили ее в больную женщину, прикованную к постели. Отекали ноги, мучила отдышка, боль в груди и приступы лихорадки. В 43 года ее уже не стало. А вот Екатерина вторая, наоборот, вела размеренный образ жизни. В еде предпочитала блюда простые, сейчас бы их даже назвали ПП-блюдами. И, говорят, любимым ее блюдом была отварная говядина с солеными огурцами. Вставала Екатерина вторая в 6 утра. Днем много двигалась, гуляла и ложилась спать не позже 22 часов. Прожила Екатерина вторая 67 лет, что весьма прилично для того времени. И вот в 21 веке мы столкнулись с огромным количеством болезней, связанных с питанием и образом жизни. Так как же они формируются? Я Валерия Изюмова, я биолог и я тут, чтобы помочь вам понять ваше тело. Чтобы вы, используя простые решения, чувствовали себя потрясающе, были активными и бодрыми. Друзья, все вы знаете, что с Ютубом у нас сейчас определенные трудности. Поэтому очень рекомендую подписаться на нас в Телеграме, ВК или там, где вам удобно. Ссылки на все наши соцсети будут внизу в описании. Обязательно добавляйтесь, чтобы не потерять друг друга. Желудочно-кишечный тракт у человека, так же как у других млекопитающих, это практически трубка, проходящая через наше тело. Именно через эту трубку мы взаимодействуем с водой и продуктами. Мне нравится проводить аналогию с автомобилем. Представьте, что у вас одно авто на всю жизнь. Кому-то досталась Лада, кому-то Лексус. Но это в зависимости от наших генетических особенностей, от здоровья наших родителей и других предков. Но в наших силах либо содержать эту машину так, чтобы она работала многие десятилетия, либо угробить по-быстренькому. Во авто мы заливаем бензин или солярку, газ или электричество в зависимости от типа машины. Это дает ей энергию. Но еще машине нужно моторное масло, всякие омывайки, тормозная жидкость, электролиты в аккумуляторе и какой-нибудь еще солидол. Все это добавляется отдельно. А вот в нашем организме тоже много чего нужно. Но все это мы производим сами из того, что едим. Коллаген для мягкой работы суставов, вот такая смазочка. Мочу в определенной кислотности, чтобы не образовывался песок в почках. Электролиты, которые важны и регулируют ваше давление. Для нормальной работы нашего тела нам нужно много всего и много разного. И калорийность продуктов это последнее, на что бы я смотрела. Иногда мне кажется, что производитель специально смещает акцент на калории, вместо того, чтобы вы смотрели на состав продуктов, что действительно важно. Вот, например, продается сироп без сахара, углеводов и калорий. Казалось бы, рай для тех, кто решил отказаться от сахара. По цене почти 1000 рублей за литр мы получаем вот такой вот сиропчик. Что же там входит в состав? Вода подготовленная, цитрусовый пектин, загуститель, ароматизатор пищевой карамель, лимонная кислота, комплексная пищевая добавка, такой вот подхластитель, краситель пищевой, сорботкалия, бензоат, натрия. Если вам хоть одно слово в составе непонятно, не покупайте такой продукт. Что же это за комплексная такая пищевая добавка? Идем на сайт производителя и выясняем, что это смесь сукралозы, ацесульфама, цикломата и сахарина. То есть это сахарозаменители. Однако все больше исследований сейчас показывает, что сахарозаменители в долгосрочной перспективе и глюкозу повышают, и инсулин повышают, и достаточно сильно влияют вообще на метаболизм глюкозы. Получается, что вы покупаете такой сироп по цене чугунного моста в надежде побаловать себя сладким без последствий, но последствия будут, а красители и ароматизаторы еще и добавят нагрузку на печень. Все ссылки на упоминаемые исследования я оставлю внизу в описании. Но почему же так много разговоров про сахар? Чем он нас так пугает? Тут вроде как ели годами, десятилетиями, и бабушки наши ели, и прабабушки, и все было хорошо. Но не все так просто. Есть два типа углеводов. Сейчас я попробую быстро все объяснить. Есть два типа углеводов. Одни быстрые, иногда их еще называют простые, вторые медленные или сложные углеводы. Вот медленные углеводы, они состоят из цепочки моносахаридов, скажем так, моносахаров, моно это один, из одной клеточки такой вот, грубо говоря, составленной. Вот медленные, они из цепочки состоят. И вам, чтобы получить их в кровь, нужно, чтобы они сначала расщепились, это сначала там небольшое количество расщепляется в желудке, потом это происходит в кишечнике. И то есть усвоение, всасывание вот этих медленных углеводов происходит уже в кишечнике. И происходит это медленно. Сначала они расщепляются на небольшие отрезки, потом еще меньше. И в конце концов, когда только вот освободятся вот такие вот одиночные глюкозки, они попадают в кровоток. А быстрые углеводы уже за нас расщепили, уже где-то на заводе, все это переработали, все это очень сложно расщепили вне нашего тела, и нам они достаются уже легко усвояемыми. И они сразу попадают в кровь, буквально в ротовой полости. Если вы когда-нибудь рассасывали валидол, вы знаете, что это делается в ротовой полости. Вот точно так же глюкоза, сахар попадает в кровь, уже начинает попадать, уже когда вы ее едите. Да, какая-то часть медленных, ну очень малая, тоже может сосаться в ротовой полости, но здесь их много, и они быстро-быстро-быстро попадают в кровь. И вот медленные углеводы, они расщепляются, и вот по чуть-чуть глюкоза попадает в кровь. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. И вот медленно-медленно, и вы постоянно чувствуете такую ровную энергию. Постоянно всасывается глюкоза в кровь на протяжении нескольких часов. Что же происходит с быстрыми углеводами? А они начинают всасываться еще в ротовой полости и быстро-быстро попадают в кровь. Много глюкозы, очень много глюкозы сразу. И организм не может ее сразу все переработать. Конечно, тут же сразу поднимается инсулин, который пытается эту глюкозу распихать по клеткам. Но он тоже не может так быстро это сделать. И вот эта глюкоза, которая тут бродит в крови, она вот так вот, сосуд у нас, и вот тут много глюкозы, она как бы царапает внутреннюю поверхность ваших сосудов. Чтобы залечить эту внутреннюю поверхность, приходит холестерин. И он как пластырь накрывает вот эти повреждения. То есть инсулин у нас вверх пошел, у нас пошел вверх холестерин, потому что нужно восстанавливать сосуды. Вы поели быстреньких углеводов, у вас глюкоза пошла вверх. То есть получается вот такой вот замкнутый круг, когда начинают ухудшаться все показатели здоровья. При этом в какой-то момент клетки перестают принимать глюкозу, но она не может оставаться в сосудах, инсулин ее будет дальше пытаться растолкать. Куда она может попасть? Только в клетки с жиром. Сначала они вот такие вот маленькие капельки у нас, потом они растут, жировые отложения увеличиваются. Вот они все больше капельки, какие-то даже лопаются в печени, могут они разрушить даже клетки печени, когда откладываются там жир. И вот так вот мы получаем уже метаболические проблемы, потому что из-за того, что повреждены сосуды, у нас тут уже и давление начинает вверх идти, и естественно лишний вес. Если в вашем рационе много простых углеводов, это обязательно приведет к набору веса. При этом вы можете есть очень мало. Какую-нибудь булочку, кофе с сиропом и небольшой бутерброд за день – это все, что вы съели. А вес при этом растет. Здоровый метаболизм – это процесс, посредством которого организм преобразует пищу в энергию. Вот когда человек здоров, то погрешности в питании протекают незаметно. Ну, съели бы эту булочку и съели, ничего страшного. Выпили кофе с сиропом и тоже вроде как все нормально. Но если это делать регулярно, если в рационе одни булки, бутерброды, макароны, быстрый завтрак и иманная каша, то, конечно же, в какой-то момент медленно и верно метаболические проблемы возникнут. Они формируются годами. Мы не замечаем изменений, но со временем вы получаете высокий уровень сахара в крови или глюкозы, высокий холестерин, высокое давление, лишний вес, камни в желчном пузыре – это тоже история оттуда. Запоры, липоносы, жойбу и вздутие живота. И это не неприятные симптомы. Это дорога в жизнь с отдышкой, отеками, болями, слабостью. Это вот когда встал, уже устал. Это когда ты поел и хочется спать. У тебя такой вот замутненный культ сознания – это практически опьянение. Это вот углеводное опьянение, так и есть даже такой термин. До определенного момента все можно повернуть спять. Начните вот с первого шага. Уберите все быстрые углеводы. И вы заметите, что качество вашей жизни сразу станет лучше. Уровень глюкозы в крови станет снижаться. И со временем есть шанс, что придется норму. Холестерин снизится. Если холестерин был связан именно с питанием, то он тоже придет в норму. Инсулин снизится. Ваша поджелудочная железа не будет испытывать такого перегруза. Она же работает вообще как за двоих. Она же туда и инсулин вырабатывает, и при этом еще и ферменты для пищеварения. Очень важно ее поберечь. Ей тоже станет со временем легче. В кишечнике станет меньше плохих бактерий. Потому что если мы едим много углеводов, то растут вот такие вот разные, не очень хорошие бактерии, которые дают нам вздутие, газообразование, когда там какие-то рези постоянные. Это все, конечно же, от быстрых углеводов в том числе. Будет меньше воспаление в кишечнике, станет лучше иммунитет. Гормоны желудочно-кишечного тракта придут в норму, а со временем и остальные гормоны тоже выстроятся в баланс. Настроение улучшится, сон станет глубже, вес меньше. Не нужны миллионы денег, чтобы стать здоровее. Наоборот, вы будете даже меньше тратить на такое питание, а здоровье улучшится. Что же такое сложные углеводы? Это все крупы, которые неочищены. Не мука, а именно крупы. Это фасоль, это гречка, в том числе зеленая гречка. Это любые бобовые, это нут, горох, рис неочищенный, овсянка только, которая долгого приготовления, которую нам нужно варить 20 минут. Все это должно быть обязательно в рационе, и тогда ваши показатели здоровья точно улучшатся. С вами была я, Валерия. До встречи!